Я думаю, давайте начинать. Дамы и господа, рад приветствовать вас на Уфа Девконф в секции искусственный интеллект и машинное обучение. Меня зовут Лапицкий Дмитрий, я Head of Data Science в ОНТЦ. В принципе, прежде чем мы начнем, давайте воздадим должное нашим спонсорам. Это, собственно, ОНТЦ спонсор секции и Тейджис как генеральный спонсор. Спасибо им большое за то, что они смогли помочь нам организовать это мероприятие. Хочу вначале напомнить регламент спикерам. То есть у нас будет 35 минут на доклад, 10 минут на вопросы, затем будет 15-минутный перерыв. Я буду помогать вам придерживаться этого тайминга как модератора этой секции. Для начала давайте сразу приступим к докладам. Чтобы задать тон этой вечеринке, доклад мой будет первым. Можешь переключить, пожалуйста. Тема моего доклада – это Enterprise AI или как мы искали нефть. Про себя я уже рассказал. Офимский НТЦ – это частая нефтесервисная компания, у которой есть подразделение IT. Поэтому нам очень легко и просто проверять свои гипотезы, проверять свои идеи. Потому что у нас есть непосредственно первый пользователь, первый тестер всегда под рукой. Стенд нашей компании можно найти на первом этаже. Там ребята сделали интересный, на мой взгляд, чат-бот, в котором можно проверить свои силы и способности в искусственном интеллекте. И там победители получат какие-то ценные подарки. Есть кликер. Давайте приступим. В НТЦ мы делим искусственный интеллект на три группы. Это потребительский AI, промышленный AI и генеративный AI. Собственно, в чем разница? Потребительский AI ориентирован на качество обслуживания клиентов. Здесь как общая информация, не требующая какой-то специфической логики, каких-то особых знаний для того, чтобы ее понять. Детасеты как правильно большие. Данных действительно много. Здесь серьезная нагрузка при компьютере. Характерные примеры – это ритейл, чат-боты и так далее. Промышленный искусственный интеллект ориентирован в первую очередь на бизнес-процессы. То есть здесь именно формируется материальная ценность, и мы с ней будем работать и пытаться повысить ее количество, качество и так далее. Детасеты, как правило, небольшие. А проекты наукоемкие, что требует именно кросскомандного взаимодействия экспертов, которые понимают, какие данные вы обрабатываете, зачем они нужны и способны проверить физичность, какие-то свойства ваших моделей. Так и, собственно, навыки программиста, навыки дата-сайентиста и так далее. Типы данных наиболее разнообразны. То есть вы работаете с изображениями, с какими-то текстовыми описаниями, с какими-то замерами датчиков. Все в этом вроде связано. Модели, как правило, специфичные. Почему? Потому что, как я уже сказал ранее, высокие требования. Требования высокие на физичность, требования высокие на точность, на риск ошибки и так далее. Генеративный искусственный интеллект, как третья группа, ориентирован на, казалось бы, генерацию информации. Процессы обучения таких моделей многоступенчатые. И вот этот искусственный интеллект, он как бы вызывает опасения. Потому что он, в принципе, пытается конкурировать с человеком вот здесь. То есть он создает новый контент, ничего до этого так не делал, кроме людей. Характерные примеры это ГАН, ВАИ, нашумевший GPT и тому подобное. Соответственно, в НТЦ мы занимаемся вот этим, но об этом будем говорить на примере. Чтобы лучше понимать контекст задачки, давайте погрузимся в бизнес, я немножко расскажу. Мы будем искать нефть. Нефть – это вот этот объект. То есть сверху у него есть форма, он расположен под землей, казалось бы. Чтобы его найти, идентифицировать, мы можем бурить скважины, опускать туда датчик, снимать какие-то физические показатели. И вот этот датчик, по идее, должен нам сказать, что вот здесь наш объект и находится. Но этих даней недостаточно. Здесь нужно понять природу возникновения этого объекта. И, собственно, есть три этапа. Все известны, вам известно из курса школы, что есть круговорот воды в природе. Есть еще круговорот пыли и веществ в природе. Вот он здесь представлен тремя блоками. Первое – это мобилизация вещества за счет дождей, чего-нибудь там, вулканов и так далее. Может быть, какие-то животные пытаются это разнести в виде рифов. Затем наступает процесс переноса вещества из этой большой кучи далее. И это происходит либо биогеном, либо гетерогеном, то есть либо реками, либо животными. Различными процессами специфичными для рельефа данной местности. Все это в итоге движется, попадает в моря, в океаны, где происходит осаждение. Осаждение происходит и здесь, но меньше. И затем погружение. Забавное слово – погребение. Сначала диогенез, а потом катагенез. И вот в этом процессе давление и температура породы становятся такими, что позволяют обеспечить формирование углеводородов либо каких-то других полезных ископаемых. Но в реальности идентифицировать вот это сложнее. И сложнее по следующим причинам. Во-первых, меряем мы не совсем фактор нефти. Мы меряем какие-то геофизические показатели. Например, радиацию или естественную поляризацию породы. И в результате получаем коротаж. Это измерение по глубине скважины какого-то датчика. Для того, чтобы понять, где же у нас нефть, вот это надо интерпретировать. И это порождает первую задачу – задачу разметки. Если мы сумели это интерпретировать, причем информация будет получаться, соответственно, вблизи скважины. То есть датчик меряет примерно полметра от ствола. То есть информацию далеко от скважины мы получать не будем. И это порождает задачу номер два. Именно ставку, интерполяцию. То есть нам необходимо определить не только факт наличия нефти, но и форму, в которой она находится. Для чего? Для того, чтобы определить наиболее корректный способ ее извлечения. То есть мы могли бы вот этой скважины воздействовать на пласт снизу, и нефть выталкивалась бы сюда. Ну, так, характерный пример. Чтобы оценить вот эту форму, нам может помочь как раз фоциальная модель. Под фацами понимается именно тот способ переноса осадков, который характерен для данного времени. То есть реки здесь были, эти реки надо найти, либо моря здесь были и так далее. И вот именно вот эта фоциальная модель позволяет нам решать какие-то, ну, получать какую-то бизнес-ценность. Текущий бизнес-процесс в компаниях представлен следующим образом. То есть есть вот эта вот банчка геофизических замеров. Она достаточно большая, там порядка косаря скважин. И есть эксперт-седиментолог, который, по сути, занимается следующим. Он берет и вот эту информацию комплексирует. Комплексирует он ее, сравнивая с керном. Керн — это то вещество, которое достали из скважины в момент бурения. И какое-то представление региональной геологии. В итоге, спустя определенный промежуток времени, достаточно большой, он вот это размечает и решает задачу один. У него голова такая синяя и большая, потому что вот это очень сложно делать, данных очень много, тратим на это очень много времени. Затем, соответственно, все это дело передается отделу геологии. И отдел геологии решает задачу уже трехмерной модели. Решает ее, как правило, классическим способом, типа последовательного гауссо-стахастического моделирования. В нем подробнее я расскажу позже. Ну и, соответственно, сначала мы будем помогать первому, потому что ему сложнее всего. Потом будем помогать вот этим вот, ребятам. Итак, по первой задаче у нас есть разметка. И, в принципе, бизнес-процесс, он типизированный. То есть есть определенная методика, которая регламентирует деятельность вот этого эксперта-седиментолога по разметке геофизических замеров. Что он в сущности делает? Он ищет вот такие примитивы. Это аналогично с фильтрацией. То есть мы берем сигнал и пытаемся его отфильтровать. Вот седиментолог это умеет делать. В результате мы попросили седиментолога поразмечать, показать, как бы нам дать разметку какую-то и получили вот такой датасет. В датасете у нас с размеченными данными оказался всего 1%. Но это не очень хорошо, обучаться на этом сложно. Причем замеры были вот интересны здесь. Вот это синенькое, это вообще не размечено. А вот здесь вот я уверен. Соответственно, вот эти вот вещи, вот эти вещи, они согласовываются с керном, с каким-то представлением его, и в целом кажутся физичными, логичными, и как будто проверенными. Мы этому доверяем. И не можем не доверять, а как иначе? Ну, соответственно, надо генерировать. Генерировать новую информацию. И, в принципе, что у нас тут есть? У нас есть ГАН, вариактивные автоэнкодеры, flow-based модели и диффузионные сети. Первое, да, ГАНы, по сути, это две нейронки. Дискриминатор, генератор. Соответственно, вот эта нейронка, генератор, учится брать латентное представление, то бишь шум, и делать из него какой-то пример реальных данных. Дискриминатор учится отличать сгенерированную информацию от несгенерированной информации. Соответственно, они друг с другом конкурируют, в результате порождают некоторое качество. Да, потом мы берем вот этот генератор и говорим, что теперь он может новые данные нам давать. А дискриминатор может их оценивать. Ну, не очень хорошо, потому что ГАНы, хотя и обеспечивают хорошую скорость и, в принципе, хорошее качество, они нестабильны в обучении. Достаточно сложно подобрать этот процесс, чтобы кто-то из них не выиграл в этой гонке. В принципе, это долго, реально сложно. И в конце мы получаем только генератор. Поэтому так мы не пошли. Вариативные автоэнкодеры. По сути, это уже одна нейронка. На вход она получает сигнал, и на выход она пытается этот сигнал воспроизвести. То есть она сворачивает его в латентное пространство и разворачивает. Вот здесь слой, представленный малым количеством нейронов, который, в принципе, может быть интерпретирован как мат ожидания и дисперсия. Штука вот эта обладает, соответственно, хорошими свойствами, в принципе, и по достижимости. То есть это реально сделать и по скорости. И, в принципе, она лучше, чем Ганы описывает вариативность. То есть Ганы низковариативные модели. Почему? В нашем случае, во-первых, датасет маленький, всего 1%, а вот здесь нужен датасет. Во-вторых, ну, в принципе, мы ограничены той выборкой, которую подаем. Здесь нет, потому что мы как раз сворачиваем данные. В принципе, это алгоритм свертки. Но есть проблема. Он возвращает нереалистичные данные, он их сглаживает за счет как раз сжимаемости вот здесь, вот в этом слое. Flow-based модели – это когда мы пытаемся работать не с мат ожиданием дисперсии, а приблизить какое-то распределение. Вот здесь это работает долго. И это работает, и сделать это сложно, потому что подобрать правильную архитектуру здесь – это непростая задача. И у нас остаются диффузионные сети. Здесь, в принципе, все хорошо на самом деле, потому что архитектура здесь достаточно простая, она понятна. Это обеспечивает нам требуемую реалистичность, требуемое качество, требуемая достижимость. Здесь, собственно, представлено, как мы обучаем. У нас вот есть вот этот примитивчик. От эксперта. И мы реализуем марковский процесс диффузионных шагов. То есть мы накладываем шум на вот эти изображения, на правильное изображение. И тем самым формируем некоторые шумовые представления здесь. Эта формула, она, собственно, говорит нам о том, что шум должен быть гауссов. Иначе вот это работать не будет. Здесь происходит склейка этих паттернов, добавление шумов. Вот такие примеры мы можем получать. Это гамма-каратаж, который меряет радиацию. Это полярзионный. В принципе, вот по этим дум-сигналам, по основным, мы будем работать. У нас получается достаточно много примеров. То есть мы здесь практически не ограничены в количестве. И затем мы берем фильтрационную сетку. Как правило, в классике это UNED. И производим ее обучение. То есть вот это, по сути, похоже на стандартное обучение вариативного автоэнкодера. Что обеспечивает нам, собственно, простоту и достижимость результата здесь. И на выходе потом мы вот это вот берем. И вот это уже готовая сетка, способная размечать данные так, как седиментолог. Ну, в принципе, здесь все по методичке. Ссылки я потом предоставлю полезные. Так. Какие результаты мы здесь получили? У нас был датасет. Моделька, которую получили на предыдущем шаге. Мы размечаем данные. Получаем точность в районе 0,8. И, собственно, вот сравнение экспертной и модельной разметки. Мы задумались, что же у нас не так. То есть можно ли это сделать лучше и стоит ли это сделать лучше. И посмотрели вот на эти примеры, где модель ошибается. И оказалось, что на самом деле модель-то не ошибается. Вот этот вот фрагмент просто именно экспертом был размечен не очень правильно. И после того, как эксперт на это посмотрел, он сказал, да, все хорошо. Типа меня это устроило. Но ошибка как бы есть. Это факт. Мы ее вот здесь на распределениях видим. То есть разница между именно как раз вот этими штуками – это наши потерянные 20% с точности, близости и распределения, которые мы пытались приблизить в рамках обучения. Перейдем ко второй задаче – вставка. То есть мы получили разметку. У нас все хорошо. Мы теперь знаем состояние на каждой глубине скважины. Но теперь нам надо 3D-модельку. То есть мы хотим работать с пространством. И вот мы взяли какой-то расчетный тензор, то есть описали площадь месторождения ячейками. И в каждую ячейку, где мы что-то знали, положили, соответственно, скважину и ее состояние. Вот эти вот цветные кружочки – это состояние, которое мы знаем. И вот получается, что теперь мы знаем 0,05% информации вообще. Все остальное мы не знаем. Классно. Что с этим делать? Классический способ. Последовательное галастохастическое моделирование. Мы решаем задачу статистики. Мы оцениваем, какова вероятность получить синенький кружочек при удалении от синенького кружочка по всему месторождению. Вот она вот так вот выглядит. То есть мы можем ее сдвинуть относительно оси Y, получить какое-то смещение, что будет говорить нам, что 100% тела имеют вот такой размер. Где-то она будет выполаживаться. То есть здесь мы видим, что есть какой-то порог. И вот здесь практически равновероятное состояние, что там может быть вообще. Почему последовательное моделирование? Потому что здесь работает так, как работает флоба из модели. То есть последовательно все ячейки заполняются. Мы вот этот период шагов, то есть вот эту траекторию, мы определяем случайно. Причем все эти траектории абсолютно равновероятны. И это приводит нас к двум проблемам. Во-первых, у нас теряется точность, потому что мы усреднили все это пространство в рамках гауссового распределения. Во-вторых, у нас появляется более 100 равновероятных моделей. Эти модели нужно оценить, и на это уходит достаточно много времени. Что можно сделать? Можно попробовать поменять парадигму. И здесь нам должно помочь в понимании именно бизнеса. То есть мы что пытаемся сделать? Мы пытаемся определить. Вот красная точка – это неизвестная точка, а вот это потенциальные объекты. И мы пытаемся оценить, к какому объекту эта точка будет относиться. Почему? Потому что точка будет сформирована в результате распространения вещества, то есть в результате диффузии вот этих объектов, известных вот сюда. И мы хотим эту вероятность просто оценить. За счет кластеризации. То есть мы хотим описать вероятность принадлежности объекта к одному из тел, которые могут быть образованы согласно объектам окружения. И для того, чтобы описать, нам нужно ввести какое-то расстояние. Расстоятельность вот этого объекта к другим телам. И особенности этой задачи следующие. Во-первых, у нас дисбалансная выборка. То есть явно рек меньше, потому что они вот такие вот длинные, вытянутые, узкие. То есть сюда попасть в скважину тяжело, чем, допустим, зоны глинистости. То есть далеко где-то от рек. И здесь мы попадаем просто почти всегда, потому что это большое тело. Сетка будет неравномерной. Скважины хоть и пытаются бурить по какой-то системе, но на самом деле они от целевой точки будут находиться на разной удаленности. Но есть хорошие. Во-первых, нам известна часть элементов. Это те самые 0,05%, за которые мы держимся. И известны некоторые глобальные правила, о которых я расскажу далее. Вот это глобальные правила. То есть физику здесь нельзя нарушить. И это является как критерием проверки моделей, так и способом их получения. Вот этот вектор показывает направление гравитации. Реки всегда текут вниз, то есть вода стремится по склону стечь. Соответственно, все объекты будут вытянуты вдоль этого направления. Есть второе правило. То есть если мы были, например, в состоянии А, то есть с одной, с правой стороны реки, потом у нас должна пойти река, и только потом мы можем попасть на левую сторону. Мы не можем сразу с правой попасть на левую. Это тоже интересная штука, и мы ее используем в рамках марковского процесса, о котором я говорил ранее, при наложении шума. То есть там мы использовали в диффузионных сетях марковский процесс для генерации, для наложения шума. Здесь мы его используем как инструмент оценки. И сводится он к следующему. То есть у нас есть состояние А, состояние Б, состояние С. можно создать вот этот вероятностный граф, который будет описывать, с какой вероятностью вы будете по нему двигаться. То есть вот эта вероятность говорит нам, то есть замкнутость из состояния А в состояние А будет говорить нам о размере тел. Дальше все очень просто. Мы из каждой точки известной скважины формируем реализацию этого марковского процесса и можем оценить расстояние через вот эту формулу, где ПИТ – это, соответственно, вектор, куда мы можем попасть из состояния А, а ПН – это матрица всех возможных переходов, где Н – число шагов. То есть шаг – это движение по ячейкам. Здесь более подробно представлен весь алгоритм того, как это работает и как это комплексируется. Потому что у нас скважин много в округе, и нам нужно что-то выбрать, и здесь реализуется, по сути, добыскан. То есть чем больше у нас объектов приятных близко, тем туда и отдаем эту точку. Про эту формулу я говорил ранее. Здесь представлено ПИТ в ИТ. То есть это переход из А в А. Как его можно оценить? Здесь, соответственно, используется поправка на дисбаланс. То есть что у нас каких-то объектов больше, каких-то меньше. Затем мы делим вокруг этой красной точечки на сектора область. И внутри каждого сектора, здесь мы подсмотрели то, как работают нейронки. То есть, собственно, в первый раздел туда обратиться надо. И взяли attention. То есть вот эти скважинки – это те скважинки, на которые надо посмотреть в этом секторе. Все остальные скважинки мы не рассматриваем этого типа. Здесь это ближайшие. Таких секторов много, соответственно, у нас есть описание, по сути, эмбейдинг вот этой точки с помощью скважин attention. Понятно, альфа – это как раз расхождение с гравитацией. То есть тот физический закон, который нам так нужен для того, чтобы тела были правильно направлены, правильной формы. P и T, G, T – это, соответственно, переходы в другие возможные состояния. Соответственно, если переход невозможен, это просто ноль. Если он возможен, то оценивается вот так. То есть вероятность сохранения. Ну, обратная. То есть, очевидно, мы потеряли состояние. И затем вот эта функция. Вот это закос под zero shot, если честно. То есть мы пытаемся оценить меру родства вот этой точки со всеми ближайшими скважинами attention. Именно ближайшими, вот этим множеством n. В принципе, это работает достаточно хорошо. Это косвенно описывает и физические состояния по поводу марковских переходов. В принципе, дает нам именно возможность распределить оставшуюся вероятность сменения состояния между всеми остальными состояниями графа переходов. Что мы получаем? Так, соответственно, есть модель, которая решает эту задачу кастеризации. Ее точность на кросс-валидации. Здесь кросс-валидация была следующая. Мы доставали скважину, затем делали заполнение этого вектора, вставляли скважину обратно, смотрели, насколько хорошо мы в тело попадаем. И, в принципе, точность на кросс-валидации это 0,7 примерно. То есть да, здесь можно сделать лучше, но с другой стороны, ну, ребята, у нас 0,05% данных, что мы хотим. Получили в результате фоциальную модель. Как раз вот это и есть наш бизнес-результат. Мы это передали коллегам-экспертам в нашей компании, которые на основе этого уже пару решений по месторождению, по разработке месторождения приняли. А, ну и заключение. То есть мы, что мы сделали? Мы сделали модель фрагментации, то есть мы помогли седиментологу. Мы сделали модель кластеризации, помогли отделу геологии быстрее, эффективнее работать, меньше времени тратить на, по сути, рутинные задачи и больше заниматься какими-то дополнителями. Сформировали 3D-модель тел для принятия решений по разработке углеводородов. Ну, то есть это вот как раз то, что мы для пары реальных месторождений действительно сделали. И это работает. И, в принципе, мы скомпоновали результат веб-платформе. Вот про эту часть я вам как-нибудь в другой раз расскажу. Тоже интересная история. Сейчас уже это за рамками доклада. Это ссылки. В принципе, фоткать не обязательно. Презентации, насколько я знаю, организаторы выложат. Здесь ссылка на классную статью, чтобы понять, как работает именно сохранение диффузии в маркетинских процессах. Ну, это ссылка на то, чтобы понять, как работает генеративная сеть и там их различные описания. А это вот, если вы хотите погрузиться в предметную область, вот сюда вот. Так, ну, это мои контакты. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Давайте перейдем к вопросам. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. По данным вашим моделям, можно ли рассчитать, какое именно количество вещества находится в породе? Потому что, в принципе, можно, например, по остаточным же явлениям сказать, что вещество там есть, но оно есть сейчас или было там когда-то и уже выкачано, и остались какие-то остаточные явления. Спасибо. Вы говорите о... Если я правильно понимаю вопрос, то мы говорим о каком-то количественном представлении вещества. А в целом, да, то есть есть у нас работа, они тоже в этот доклад не вошли, но на самом деле поверх вот... Сейчас, секундочку. Поверх вот этой модели, да, то есть вот это тело, оно внутри однородно, то есть там внутри свойства, они должны распределяться по гауссу, по идее. Вот именно внутри вот конкретно вот области вот этих желтеньких, то есть не между областями, а прямо вот желтенькой. И да, то есть если у вас есть какая-то дополнительная информация, которую мы с геофизики можем снять, то мы в рамках вот этого тела можем, используя тот же PGSM, спокойно эти количественные номинативные свойства распределить. Еще есть вопросы? Спасибо большое за доклад. Замечательно. А можно вернуться к слайду, где у вас такая красивая картинка сравнения то, что нейросеть интерпретировала и то, что эксперт интерпретировал? Да, вот это очень красиво, очень интересно, но одна проблема, которая концептуальная, которая меня волнует очень давно по поводу нейросетей, то, что входным данным, результаты геофизических измерений, им по большому счету далеко не всегда можно доверять. То есть там прибор что-то наизмерял, если спросить вот этого эксперта, он может рассказать кучу случаев, когда у вас там… Вот здесь видно, что физические данные противоречат друг другу, вот этому доверять нельзя интервалу, еще что-то. Как нейросеть может перепрыгивать вот эти вещи? Ну, здесь какая логика? На самом деле она обучается, то есть если эти примеры, они редки, их просто не комплексируете. То есть мы же говорим, ну нейросеть, да, это попытка сблизить два распределения. Вот то, что вы сказали, это какой-то выброс на распределение, где-нибудь здесь пик. Он просто потеряется в сумме больших данных. Во-вторых, можно использовать различные предобработки. Мы это тоже пробовали. То есть можно посглаживать, можно использовать дополнительные сетки кластеризации, там какой-нибудь, ну, тот же самый изолирующий лес, для того, чтобы определить сходство именно плохих объектов и просто исключить их. Еще есть какие-то вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой, как про архитектуру немножко сети. Почему U-Net, не REST-Net, допустим? Это так совпало на самом деле. То есть она именно типовая. То есть здесь нет прям каких-то попыток сделать ее лучше. То есть может быть, если вы используете здесь какую-то более сложную сетку, то она будет работать. Но и этого как бы достаточно. Зачем еще искать? Ну, понятно. Второй вопрос. Вот вы перешли к модели. Какие размеры ячейок в этой 3D-модели? 50 на 50 метров фактически. Ну, чтобы легче потом гидродинамики, наверное, перейти. Да, да, все верно. Вот и от этого отталкивали. Так, ну и опять к скорости обучения. На чем обучали? Вот такие какие-то метрики расскажите. Было бы интересно. Спасибо. Так, ну, соответственно, здесь стоит кросс-энтропия, ну, как бы, потому что мы стремимся именно… Здесь, по сути, реализуется алгоритм обучения Y, да, то есть с ELB-метрикой. А, в принципе, фактически точность мы мерили на F1 метрики с… Ну, это макро, по-моему. Да, но они близкие оказались у нас. И макро, и Y, эти метрики по F1 оказались близки вот в этом смысле. По точности. Еще какие-то вопросы? Да, вопрос будет, возможно, больше про вот веб-платформу, про которую вкратце сказали в этой выборке. Допустим, у вас была какая-нибудь R&D-часть, где вы разработали модельки, все обучили, все хорошо, начали это упаковывать. Вот такой вопрос. Вы это пытались как-то оптимизировать? То есть, например, у вас есть уже настроенная сетка там с весами. Пробовали вы это как-нибудь там на плюсах заделать, что-нибудь, чтобы это было быстро? Или, например, оставили условно там в питоне, в котором это, скорее всего, разрабатывалось? Ну, сейчас платформа, она как бы в тестировании, поэтому там на самом деле ас-ис. То есть, там нет попыток это ускорить. Не переписывали. Есть ли смысл вообще переписывать? Какие определенные времена на обучение, на построение модели? Для обучения, наверное, вы, если хотите пересчитывать, смысла-то большого нет на самом деле. То есть, вот здесь вот задача кластеризации. Сейчас. Давайте, ладно, в другом порядке. Вот эта штука масштабируется. Она масштабируется. Одна моделька, она справедлива абсолютно для всех месторождений с указанными паттернами. То есть, таких паттернов всего… Ну, таких типов месторождения всего три штуки, по-моему. Это прибрежно-морские, континентальные и там переходные какие-то. И мы, обучив эти модели здесь, нам ничего переписывать, в принципе, и не надо. То есть, моделька готова. Если мы говорим о времени инференса, ну, эти исследования мы, в принципе, не проводили, но вот это работает быстро на CUDA. Вот здесь это результат, кстати, да, это по кластеризации. Вот здесь. Вот эта штука, она сразу писалась как бы на векторизации. То есть, здесь использовали мы вектора и пытались это ускорять как бы сразу. Ну, просто потому что вот этот тензор, вот этот тензор, он очень большой. Там несколько километров разбили по 50 метров. Сюда, сюда, еще в глубину пласт, там порядка 300-400 слоев. Это действительно большие тензора. Вот. И обработка ячеек, как бы она в этом случае может, кстати, параллельиться. Да, но в целом это достаточно долго. И поэтому здесь, ну, нам векторизации хватило. То есть, для агрегации именно в матриц. Да, здесь нет матричного представления вот этих формул. Но оно вообще есть, и мы именно его так используем. Ну, то есть, порядок это день, неделя, три года. Вот для этого это день, несколько дней. Сейчас. Спасибо. Ну, для разметки, там пара минут, там есть время. Вопрос, Дмитрий. А с точки зрения бизнеса какие требования по временам? То есть, понятно, что вот день, несколько дней. Ну, все же с этим должно соотноситься. Ну, я вот показывал тут вот эту вот картиночку. Вот эту. Здесь вот разметка 4 месяца мы делаем за 20 минут. Здесь, ну, по GSM 2-3 месяца с выбором модели мы делаем за день. Ну, как бы профит такой. Ну, то есть, да, мы здесь сильно-сильно сокращаем время. У нас нет проблем бизнесовых здесь. Так, все, видимо, вопросы кончились, да? Что ж, если это так, я предлагаю уйти на перерыв и потом… Да, я предлагаю уйти на перерыв и вернуться к нам по расписанию. А, да, у нас тут есть вот такая вот штука, да, тем, кто… Это от наших спонсоров. В общем, она за лучший вопрос достанется. И, в принципе, она… Почему такая, да? Потому что у вас будет очень много и у спикеров там, и, в принципе, очень мерчая. Возможно, еды со стойки. Поэтому можете туда запихать, но чтобы удобно вам было, ну, носить. Хороший выбор. А давайте Сергею отдадим. Да мне понравилось. Раз, раз, следующий доклад 12.00, если что. Кто-то не знает, кому-то надо смотреть, то вот туда. Спасибо. Спасибо.